Руководители Федерации Вольной Борьбы Брянской области связывают с грядущим сезоном большие надежды. Успехи брянских борцов-вольников в минувшем 2010 году действительно впечатляют. Сразу три представительницы Брянской школы вольной борьбы попали в десятку лучших спортсменов по итогам сезона. Не остались незамеченными и успехи Федерации, которая вошла в тройку сильнейших по стране. Нам Москва предоставила право проводить в преддверии 75-летия локомотиву. Рассовет локомотив это уже предстоящая неделя по именно по этому возрасту, по кадетам. И потом уже будут проведены соревнования по юниорам и чемпионат среди взрослых. В этом году областные соревнования собрали более 100 участников. На ковер вышли борцы сильнейших спортшкол Брянска, а также представители районов области. Особое внимание специалистов связано с кадетами, потому что среди них проводятся официальные международные турниры. А значит у брянских спортсменов есть неплохие шансы в этом году показать себя на более высоком уровне. И в первую очередь тренеры рассчитывают на лидеров сборной области Валерию Блынину и Оксану Дусинбаеву. Особенно что касается женского разряда, у нас здесь на этих соревнованиях присутствуют девочки, участвуют в них три призерки первенства России разных возрастов. То есть это и по младшим девочкам, и по старшим уже по этому возрасту будет проводиться отборочное первенство России. Вот они уже были на переходной России призерами. Самую внушительную коллекцию наград на областном чемпионате в итоге завоевали представители спортшколы «Локомотив». На их счету победы в десяти весовых категориях. В тройку призеров вошли также борцы «Дюш-вымпел» и специализированные школы по вольной борьбе советского района. Все победители турнира получили приглашение в сборную команду Брянской области, которая в конце февраля отправится на чемпионат Центрального федерального округа в Старый Оскол. Дмитрий Кузнецов, Рестарх Никитин. События. Брянск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова